Картины народного Мастака Беларуси и документы из архива Комитета Державной Беспеки. Выстава «Мужности загинувших вечная память» проходит у Мастацки музея имя Масленникова в Могилёве. Усяго больше за 30 экспонатов, кожных из которых особная история про рычаисность Великой Ачины войны. Геноцид Жихаров Беларуси. День из Георгия Поплавского своя особливая репортерская. Идологию фашизма Мастак написал тушу. Зараз у Невеликой музейной залы три цикла с 15 картин на тему Великой Ачинной войны. Эта выставка важна тем, что мы, кроме художественных работ, можем подтвердить ужас войны документальными, историческими документами, которые нам предоставили, которые мы можем показать. То есть идеология фашизма и именно ту цену, которую белорусский народ заплатил за нашу победу. Литография Хатыни Хвалт – аллегоры белорусских вёсок, які спалили разом с Жихарами. У Могилёвской области таких так само было шмат. И самая великая – из их борги Кировского района. У меня всегда, как это сказать, приходили мысли, почему художник нарисовал лица наших людей, которые мы можем рассмотреть, а каратели стоят спиной. По своей работе я часто встречался с документальными вещами. Мы делали музейные экспозиции и видели лица этих людей. И всё-таки я хотел развернуть этих людей, можно сказать, не людей, для того, чтобы посмотреть в им глаза. Частично нам это удалось. Гэтая люди из немецкой разведки в 42-м и 43-м годе примали удел у карательной операции на Могилёвщине. Гравюра 60-ника разминков в околице уключена у адмыслового списа 100 шедевру Национального мастацкого музея. Сама графика, она чёрно-коричневая, она, как говорится, коричневая чума, она заставляет думать в этом цвете. Сярот картин – портреты Василя Быкова и Элема Климова, стриптиха «Змагары за мир». А гэтый цикл – история одного отрада. Люди вымушены брать сброю, а лег твары промалеваны лёгкими, светлыми рысками. И на всех гэтых картинах нема дятей. Свою ноту унесли скульптуры Бабруйчанина Корнея Алексеева «Хлеб» и Сустрэча. Выстава протянется до конца Жнивини. Деяна Вопсева, Денис Жавина. Новины региона.